Так, все, вебинар поставил на запись. Будет доступен, в первую очередь, на нашем YouTube-канале, во вторую очередь, здесь, на страничке вебинара, можно будет ссылочку на запись посмотреть. Например, за прошлые вебинары у нас все записаны. Прямо здесь, на YouTube, ссылочка идет. Так что, если что-то где-то кто-то упустил, или это первый вебинар из серии, который кто-то смотрит, то обязательно посмотреть предыдущую часть. Давайте начнем. Про что хотелось бы сегодня, в первую очередь, вам рассказать, это про так называемый товарный маркетинг. Есть несколько инструментов в битексе для того, чтобы работать со скидками, с разными программами лояльности, с подарками и прочим. Давайте начнем, наверное, со скидок. Самая, наверное, простая здесь вещь, это скидки на товар. Посмотрим, что это такое, как это заводится. У меня есть уже, видите, ну, наверное, помните, скидочку 10% на нижнее белье. Покажу сейчас, как это выглядит вживую. Давайте зайдем в раздел «Нижнее белье» и увидим, да, что все товары у нас в нижнем белье имеют сразу скидки 10%. Старая цена перечеркнута, новая цена показана. Давайте посмотрим, как это все заводилось. Ну, для начала давайте я предлагаю открыть эту как раз скидку и уже на примере готовой скидки, да, посмотреть, как это работает. Ну, в первую очередь, что мы увидим, когда будем добавлять новую скидку, что нам надо завести. Ну, в первую очередь, конечно, название скидки. Причем, вот по своему опыту могу сказать, я потому что занимаюсь, да, торговым каталогом как раз на сайте Битрикса. И когда мы устраиваем всякие акции с распродажами, то как раз я вот все эти скидки завожу. Я рекомендую использовать здесь какие-то сокращенные слова, по которым вам всегда эту скидку можно будет потом найти. Потому что если у вас достаточно большой магазин, то вот здесь в разделе скидки, да, у вас может быть не на одну страницу. И найти потом, какая скидка, ну, каждую скидку открывать, смотреть описание, на какие товары действуют, там, и прочее, прочее, это бывает достаточно, ну, тяжело. Особенно если эта скидка, ну, если у вас несколько сайтов, да, в одной админке управляетесь, и скидки идут для разных сайтов, да, у меня, например, две скидки. Для разных сайтов они вроде одинаковые, но вот одна действует на сайте, там, S1, вторая на сайте А, допустим. Вот, поэтому я советую здесь какие-то писать, ну, для себя, не знаю, переменные, что ли. Например, как-то указывать прямо в названии категорию товаров, да, ну, название раздела, например. Например, указывать год или период, например, я себе ставлю, там, зима 2015, да, или, там, лето 2015, вот так указывают. Ну, и как-то группировать, в общем, все делать максимально понятно для вас, чтобы потом легко эту скидку можно было найти по каким-то параметрам. Вот. В скидке указывается сайт, на который она будет действовать. Для каждого сайта должна быть заведена своя скидка, период активности, например, здесь мы, скидка у нас без ограничений периода активности. Если мы поставим интервал и укажем, например, ну, давайте, представим, что это была у нас новогодняя скидка, мы укажем, что это была с 1 января, да, по... Тогда у нас на празднике закончились 11 числа, по-моему, да, по 10 января только время поставим 23. 59.59, да, до этого момента у нас она действовала, допустим. Ну, и здесь, соответственно, должна она с самого начала действовать. Ну, или, может, у вас там, не знаю, какое-то другое время. Давайте сразу применим, да, посмотрим. Не сбросил, скажи мне, что ли. А-а-а, а на каком сайте? Не на том сайте, потому что смотрим, все правильно. Сейчас перейду на другой сайт. Да, нижнее белье. Да, скидочек, видите, уже нет. Опять же, если этот параметр убираем, интервал применим, то скидки у нас опять вернутся на место. Да, все, опять появилось. Вот, то есть период активности этой скидки здесь задаем. Ну, и, соответственно, для того, чтобы скидка была активна, галка у нас активно должна обязательно стоять. Величина скидка. Указываем, во-первых, тип скидки. Это будет либо скидка в процентах, да, там 10%, как мы видели. Либо скидка на какую-то фиксированную сумму, например, там на 100 рублей. Либо устанавливаем цену на товар. Тоже можно такой вариант задать. Например, все товары там с какого-то раздела мы будем распродавать по 100 рублей. Ну, для этого надо будет указать цену на товар. Там укажем 100 рублей и в условиях укажем раздел какой. Ну, у нас, например, раздел нижняя берема. Давайте, наверное, даже попробуем сделать, да, таким образом. Что мы там сотворили с вами? 100 рублей. Давайте посмотрим. Да, все товары у нас, видите, появились сразу по 100 рублей, продаются. Вот. Ну, я верну скидку вот такую. 10. Далее, один еще из параметров. Валют скидки, да. Далее, в какой валюте будем представлять скидку. Максимальная сумма скидки. Например, ну, не хотим мы, чтобы скидка у нас там была больше 100 рублей. Ну, то же самое, да. Здесь указываем тогда 100. Нажимаем применить. Скидка у нас максимум будет 100 рублей, допустим. Ну, либо оставляем 0, когда эта скидка не ограничена. Будет ли скидка такая применяться к продлению подписки, если у вас товар какие-то продаются, да, подписки. Ну, тоже есть такая возможность. Не помню, рассказывали в прошлые разы про это или нет. Если интересно будет во втором своем докладе, сегодня могу, в принципе, тоже коснуться. Приоритет применимости. Чем выше приоритет, тем первее данная скидка будет применяться. Да, если мы, например, несколько скидок предлагаем. У нас, например, скидка может быть как на раздел нижнее белье, на какой-то товар определенный, который находится в этом разделе. Вот приоритет применимости, он как раз покажет, какая скидка будет применяться первой. Это, пожалуй, не имеет значения, когда эти скидки суммируются, да, но имеет значение, если у нас стоит вот такая вот галка. Прекратить дальнейшее применение скидок. То есть мы можем какую-то скидку завести и указать ей, что после того, как эта скидка применилась, никакие другие скидки уже не применяются. Да, чтобы нам вообще там товары за бесценок надо давать. Вот. Ну и краткое описание скидки. Тоже полезный раздел. Такая область, да, где вы можете какие-то комментарии по данной скидке записать, чтобы потом не забыть открыть это, прочитать, либо посмотреть в табличном виде, когда все эти скидки пересматривать. Так. Ну, с основными параметрами скидки, я думаю, понятно. Теперь посмотрим, как вообще они работают, как условия сдаются. Вот эти все моменты, весь текст, который подчеркнут ссылочками, ну, пунктиром таким, это можно выбирать. Например, мы выбираем, что все у нас условия должны быть выполнены, либо какое-то из условий должно быть выполнено. Давайте поставим сейчас любое из условий. Должно быть либо выполнено, либо не выполнено. Ну и условия у нас первое вот такое. Поле раздел равно товару нижнее белье. Давайте добавим еще одно условие. Например, это будет скидка на все товары в разделе нижнее белье, кроме какого-то определенного. Давайте выберем нижнее белье. Кроме нижнего белья морская волна. Тут у нас, соответственно, надо будет поставить другой. Логический оператор, да? То есть у нас получится поле раздела равно нижнее белье, и поле товар не равно. А, не равно. Не, не равно. Уже путаюсь. И поле товара не равно нижнее белье, морская волна. Вот в этом случае скидка применится. Условий таких может быть много, да? Мы можем указывать, что это будет там для всех товаров определенные цены, которые там в какой-то параметр ценовой, вилку какую-то ценовую укладываются и так далее. Ну, в принципе, вот с условиями все. Давайте переменим сейчас, да? И посмотрим, что еще мы можем сделать. Так, мы, конечно, можем задать ограничения некоторые на применение скидки. Ну, например, ограничения для группы пользователей, да? У меня несколько групп пользователей на сайте заведено. У вас наверняка будет тоже. Например, эта скидка может быть только для зарегистрированных пользователей. Либо какую-то группу пользователей вы по каким-то своим параметрам сами организуете, настроите. Напомню, да, где сейчас. Ну, попозже покажу, где это делается в группах пользователей. Мы, по-моему, про это не говорили. Вот. И для того, чтобы выбрать только группу пользователей, надо будет ткнуть, выделить. Если несколько групп пользователей, то нажимаем Ctrl и выделяем несколько. Ну, на Mac не знаю, не Ctrl, там своя клавиша будет какая-то. Прошу прощения, не подскажу точно какая. Ну, и, конечно, тип цен, для которых скидка будет применяться. У меня только одна цена заведена, базовая, да, розничная цена. Ну, может быть, в таких случаях, когда у вас будет несколько типов цен. Про это, по-моему, говорили. Там цены для дистрибьюторов отдельно, для дилеров отдельно, для клиентов отдельно. Разные типы цен. Вот. Ну, точно так же их можно здесь выделять, либо оставить пустым. Значит, это будет ко всем типам цен применено. Давайте применим сейчас, посмотрим, как у нас сработало это. Так, у нас там морской волны, по-моему, да, не должно быть? Давайте посмотрим. Морская волна, это, наверное, вот эта самая первая. Так, блин, ага, ага. На каком сайте-то я смотрю скидку? На этом магазине. Так, что же я сделал не так? Что же я сделал не так? Надо подумать сейчас. Так, условия. Поле раздела равно нижнее белье и поле товар не равно нижнее приморской волны. Ну-ка, что-то не понимаю. Так, давайте попробуем сделать следующим образом. Я не могу сейчас разобраться, почему у меня срабатывает эта скидка. Давайте попробуем зайти в этот товар и посмотреть, какая скидка на него действует. Не есть у меня одно предположение? Так, это у меня нижнее белье, правильно? Так, вот он, морская волна. Давайте посмотрим сейчас этот товар. Угу, угу. Скидки на него. А, это я в первом каталоге смотрю. Вот этот каталог меня интересует. Список товаров, нижнее белье. Мне кажется, у меня здесь не срабатывает скидка, потому что я задал ее на товар. У меня этот товар стоит из торговых предложений. 10% да, срабатывает у меня это. А, ну это логично. Так, ладно, разберусь, потом посмотрю, почему у меня здесь не срабатывает. Так, ну-ка. Сейчас попробую еще. Если кто-то не понимает, в каком моменте я туплю, может подсказать в комментариях. Нет, все здесь стоит. Купоны. Нет, купоны никакие не сдавал. Странно, на самом деле скидка на этот товар, по идее, не должна срабатывать. Что-то где-то я затупляю, честно говоря. Так, ладно, вернемся к этому позже. Давайте тогда пока уберу это, чтобы не смущать. Что делаем не так, а что не могу понять. Так, и посмотрим с вами, поговорим про купоны. Вот мы сейчас завели скидку, которая будет работать на весь раздел. То есть давайте зайдем в нижнее белье, морская волна. На весь раздел будет скидка работать. Сразу. Мы можем выписать купон или несколько купонов. И эти купоны рассылать, например, или выдавать своим пользователям. Купоны могут быть разные. Ну, здесь указан тип купона. Он может быть на одну позицию заказа, на один заказ, либо многоразовый купон. Давайте, например, сделаем многоразовый купон. Не знаю, назовем его Happy. New Year. Либо как-то там можно автоматически его сгенерировать. Я так оставлю. Ну, какой-то комментарий можем оставить про этот купон, да, чтобы понятно было, что это за купон, когда мы его кому выдали. И сохраним. Вот такой вот купон у нас получится. Я его сейчас скопирую. Эх, господи. Ладно. И так запомню. И смотрите, что у нас получается. Обновляю страничку. Уже мы эту скидочку не видим, да? Давайте я положу товар один в корзину. И положу еще что-нибудь тоже в корзину. В кончистанах, допустим. Ну, такие пускай. Вот. У меня появилось два товара в корзине. Теперь этот купон я могу здесь применить. Да, например, такой новогодний купон. Все, купон у меня применен. Он мне пишет, что купон применен. И у меня сразу на нижнее белье получилась скидка 10% корзинки. На штаны полосатый рейс эта скидка не действует, поэтому там 10% нет. Все, дальше оформляю заказ. Вот таким вот образом у нас будут работать скидки. Так. Давайте, наверное, сейчас посмотрю, какие вопросы вы задавали по скидкам. Скидка сработала. У вас был не из того каталога. Товар не из того каталога. Ну, да, возможно. Так, подсказывает Дмитрий. Дмитрий, спасибо большое. Я потом проверю еще раз. Ну, так и думал, что немножечко не то. Редакция «Бизнес» нет товарного маркетинга. В административной панели. Дмитрий должен быть. Смотрите, вы, скорее всего, не обновились. Если вы обновлены, то в редакции «Бизнес» вот это вот будет товарный маркетинг. Причем даже не в бета-версии, а в простых уже загрязненных обновлениях. Если вдруг у вас нет торгового товарного маркетинга, пишите техподдержку совершенно смело. Пускай ребята посмотрят, что у вас не так. Есть ли возможность выгружать список товаров в условиях и скидок? Денис немножко не понял вопрос. Список товаров. Зачем их оттуда выгружать? Могут ли выгружаться скидки стандартным обменом с 1С? Вы знаете, не помню. Давайте следующим образом сделаем. Зайдем с вами на сайт 11-11.1.1.1.2. Битрикс.ру И посмотрим, что нового у нас в модуле нашего интеграции. Функциональность. Остатки. Остатки. Нет, обмен скидками, по-моему, еще не запущен. Вы знаете, я на этот вопрос еще, вот когда коллега будет у меня выступать, я уточню продукт-менеджер. Я совершенно точно помню, что это планировалось реализовать, но реализовали сейчас или нет, не знаю, потому что динеска не работает. Так, давайте дальше поедем. Так, вопросики, вопросики, вопросики. Запись будет, да, Лилия, будет запись обязательно. Если не скидки настроены в 1С. Ну вот то же самое. Будут ли они применяться в Bittrex? Ну вот планировалось, не знаю, сделали или нет. Где вы прописали условия по купону? Где вы прописали условия по купону? Смотрите, условия по купону я не прописываю. Я прописываю условия скидки. И потом к этой скидке я могу выписать купон. Многоразовый купон, какой-то одноразовый или какой-то еще один. Вот здесь вот разделе купоны. Добавить купон. Добавить один купон. И выписываю, какой тип купона будет. Код купона. Генерирую или руками пишу. И указываю там, или не указываю комментарий. Все, сохраняю. У меня этот купон здесь появился. Потом я могу, если что, открыть, посмотреть, что это за купон. Я могу этот купон, по этому купону, посмотреть, какому заказу он был применен. Например, давайте вот так, по этому заказу, да, посмотрим. Сейчас я его оформлю быстренько. Это для менеджера, кстати, важная штука. Достаточно. Так, заказ номер 18 сформирован. Давайте теперь пойдем в админку. Список заказов. Магазин, заказы. И по фильтру. Так, здесь должен быть у меня купон. Найти бы его. Так. Так. Вот, купон, использованный в заказе. Да, я указываю. У меня появилась такая штучка. Купон, использованный в заказе. Дату уберу здесь, чтобы показал все заказы по этому купону. Ну, вот он, номер 17, да, который мы с вами только что сделали. Плосатый рейс и нижнее белье. Вот. Ну, то есть, можно отслеживать, так смотреть, какие заказы, где у нас применялись. Так, дальше вопросики. И перейду сейчас уже к другим типам скидок. Что ж, я не то все открываю. Так. По купону непонятные условия его работы. Ну, а что именно непонятно, Дмитрий, уточните, пожалуйста. Можно ли прописать купон без указания скидки на определенный товар? Нет, нельзя. Купон обязательно выписывается к какой-то конкретной скидке. Можете какую-то общую скидку задать, выписать в ней купон и применять вот. Купон, он активирует, грубо говоря, эту скидку. Про продвижение магазина Александр чуть-чуть попозже будем. У нас сегодня из двух частей. Даже, можно сказать, из трех стоит наш фабинар. Генерация купонов. Групповая операция для каждого купона отдельно. Смотрите, можно как несколько купонов создать, так и один купон. Например, давай добавить несколько купонов. Указываем, опять же, количество купонов и число купонов. Например, 10 многоразовых купонов. Жму «Сохранить». У вас сразу появилось несколько. Единственное, что при этом генерируется, естественно, автоматически вот этот код купона. Если есть, будет желание, конечно, можно взять потом их несколько. И придется, правда, каждый брать, открывать, редактировать название, чтобы менять. Так, давайте дальше посмотрим. Вопросы. То есть, если скидка не прописана в купоне, то как система понимает, какую скидку, согласно этому купону, должна быть применима? Скидка не может быть не прописана в купоне, потому что купон прописывается в скидке. Как вы сделали флажки скидок на картинке товара? Владислав, картинки скидок автоматически эти выставляются. Ну, там не покажу, наверное, сейчас, но можно мне написать на почту. Созвонимся, покажу, как это делается. Там разные есть, ну, там надо компонент, по-моему, копать. Разные есть варианты этих флажков и разное место отображения этих флажков. Там справа вверху, слева вверху. Там CSS стили уже прописаны, надо просто их немножечко поменять будет. Дмитрий не видел, у нас взаимосвязь купонной и скидки. Ну, хорошо. Во-первых, про что еще хотелось бы сказать. Спрашивают, вот будет ли запись. Да, во-первых, будет запись. Во-вторых, здесь в разделе скидок, да, мы смотрим параметры скидок, есть у нас вот учебные курсы, да, то есть всегда можно открыть и посмотреть. Настройки скидки на товар, например. Давайте заведем с вами сейчас новую скидку, которая будет 50%, и вы увидите взаимосвязь этой скидки, которая будет действовать именно по купону. Так, 50% на штаны. 50% на штаны на втором нашем магазине, интернет-магазине, новый адаптивный там. 50% Условия у нас будут очень простые. Это раздел раздел штаны и выпишем сразу купон. Один купон, применим его. Вот такой у нас появился купончик, да? Вот так, господи. Я его скопировал. Теперь я перехожу на сайт, иду в раздел штаны, скидок нет. Я кладу товар в корзину, перехожу в корзину и применяю сейчас этот купон. Этот у меня сохранился еще купон. Скидка 50% применилась, как только этот купон применил. Дмитрий, я надеюсь, ну, понятно объяснил. Как можно завести купон, который будет выдаваться только при оформлении заказа и будет действовать только при следующем заказе клиента на определенную позицию в будущем заказе? Ой, Наталья, так, дайте сейчас подумаю. Завести купон, который будет выдаваться только при оформлении заказа. Ну, вот не скажу сейчас сходу, так, надо подумать. Ну, хитро вы придумали, да, я понял. Хотите, чтобы автоматически такие купоны заводились? Не знаю, не подскажу, надо подумать, но сегодня отвечу вам, как так сделать. Так, мы с вами поговорили про скидки на товар. Это, наверное, самая простая скидка. Ну, я надеюсь, вы видели, что заводится она достаточно просто и очень гибкие скидки можно всякие делать. Вторая штука, которую можно использовать, это правила работы с корзиной. Здесь, в принципе, все то же самое, что и со скидками. Но есть некоторые отличия. То есть, грубо говоря, правила работы с корзиной – это скидка или наценка, или скидка, которая применяется к заказу. Не к товару, а к какому-то заказу. Ну, давайте, допустим, тестовое правило. Тестовое. Так. И выбираем условия. Действия условия заполняем. Смотрите, какие у нас бывают действия. Мы можем изменить стоимость доставки, мы можем предоставить какой-то подарок. Это новая фишка, которая появилась как раз в 16-й версии битрикосуправления интернет-магазином. И мы можем изменить стоимость товара в корзине. Например, применим к стоимости доставки скидку, либо скидку не более, либо наценку. Ну, опять же, да, там… Давайте сделаем наценку, допустим, на 50% к стоимости доставки. При каких-то условиях, если у нас, например… Так, условия, какое количество товаров, например… будет больше, либо равно 5. Да, то есть, если у нас там заказывают больше 5 товаров, то мы автоматически делаем какую-то наценку для того, чтобы доставка у нас больше была. Потому что 5 товаров, 5 штанов будут заказывать, если доставка будет, наверняка, дороже, чем… Ну, меньше, чем 5. Ну, вот, допустим, мы так считаем. То же самое. Указываем какие-то ограничения, создаем купоны, если необходимо это. Ну, это техническая же информация. Давайте сейчас применим, посмотрим, как это работает. Так, не указана группа пользователей. Пускай будут все группы пользователей. Так, создали на сайте ИА. Давайте как раз туда и перейдем. Сайт ИА. И сейчас идем в штаны и пробуем купить вот так вот. Так, у нас получилось 5 штанов в сумме. Давайте попробуем оформить заказ, посмотрим, что из этого выйдет. Доставка к курьерам. Да, на 50% видим, что стало больше. Было 500 рублей, перечеркнуто, показываем, что стоимость уже 750 рублей. Ну, наверное, не очень верно показывать клиенту стоимость доставки старой, что могла бы 500 рублей, а останется 750 рублей. Это наверняка вызовет вопросы, но, в принципе, эту штуку можно убрать. Не уверен, правда, что получится штатными средствами Битрикса, но настроить, если что, к партнерам можно обратиться и сделать, чтобы это было не штатными средствами Битрикса, настроить, чтобы это старую цену не показывали. Вот. И что у нас осталось еще? Накопительные системы скидки. Накопительные программы, так называемые. Ну, вот. Тоже давайте сделаем тестовое. И указываем период для расчета вот этой накопительной программы. Ну, во-первых, это может быть за все время, за какой-то определенный период. Кто у нас там в январе больше всех купил, тому мы там определенные скидки предоставляем. Указываем здесь период. Либо за последние 6 месяцев. Срок действия скидок. То же самое. Там в течение какого-то периода, бессрочно, либо в течение там 3 месяцев. Да, то есть здесь у нас получается такая вот программа, что мы смотрим заказы, покупки, вернее, клиентов за последние полгода, и в течение 3 месяцев, вот, с момента последнего полугода мы можем предоставлять какие-то скидки. Вот. И в зависимости величины скидки от суммы оплаченных заказов. Да, указываем, что от, допустим, 10 тысяч рублей скидка будет там 1%, от 20 тысяч 2% и так далее. Указываем ограничения группы пользователей, да, для которых будут эти товары, эти скидки применяться. Ну, и сохраняем. Ну, сейчас уже не буду показывать, как это работает. Надо заказов набирать, чтобы автоматически это срабатывало. Вот. Но, тем не менее, такие вот накопительные скидки можно заводить, они будут автоматически у вас уже пересчитываться и применяться. Так, ну, на этом давайте, наверное, про скидки сейчас пока я, наверное, закончу уже свое выступление и передам слово Николая, потому что многие хотят как раз про SEO продвижение послушать. Я думаю, Николай как раз сейчас про это у нас расскажет. Так, сейчас я его подключу, одну секундочку. Николай, переключаю. А на вопросики ваши я чуть-чуть попозже по скидкам еще тоже обязательно отвечу. Алло, добрый. Да, все слышно. Здравствуйте, коллеги. Так, Николай, пока не видно. Я думаю, что не слышно. Не, слышно, но не видно. Вот теперь и слухно, и видно, можно начинать. А, хорошо. Так, здравствуйте, коллеги. Меня зовут Николай Тимофеев. Я руководитель компании SolvePro. Вот, и мы сегодня с вами пообщаемся про Bittrex, продвинутый интернет-магазин. И поговорим про продвижение, ну и вообще в целом про то, чтобы ваш магазин был продвинутый. Я вчера буквально немножко перелопатил под вас презентацию, потому что решил, что, ну, так как я сейчас все-таки третий, то есть у нас цикл, 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 цикл вебинаров обучающих про открытие, создание и там, работа с ними и продвижение. То я, наверное, могу пару слов буквально сказать про создание, потому что в моей части, как вы видите в одном из тезисов, учет подбора будущего продвижения, учет подбора готового решения. Как вы видите, ну, это составляющая важная. Ну, для начала давайте познакомимся. Так как это вебинар и не семинар, то, наверное, хочется показать, кто мы, что мы. Ну, вот это я, страница на Фейсбуке, лицо такое. Я сейчас вам так же улыбаюсь. Так, ну что, дальше начинаем. Немножко презентации. Значит, со мной познакомились. Давайте пару слов про компанию. То есть мы золотой сертифицированный партнер, участник программы качества, внедряем Bittrex24, CRM, киностраиваем. Также есть отдельное направление про сайты. Это и интернет-магазины, и обычные сайты. И та концепция, которую я вам сейчас хочу рассказать, ну и вот было про продвижение, она позволяет очень существенно экономить. Продаем лицензии и техническую поддержку оказываем. Рекламный влог закончен. Давайте пару слов про разработку, с чего, собственно, и хотелось начать. Некое такое сравнение общепринятой практики разработки индивидуальной. Следующего, что будет предложено. Здесь мы видим этапы. То есть, вот видите, я немножко сереньким выделил предпроектную работу. То есть, что это такое? Это исследование конкурентов, исследование рынка, выработка вообще некой стратегии. То есть, некая такая работа, которая идет в начале. Есть работа, которая идет в конце, после запуска. Наполнение, техподдержка и прочее, прочее. Продвижение. При этом есть некие четыре блока производственных, без которых вообще никак. По какой бы вы методологии ни двигались, все равно у вас будет понимание задачи. То есть, например, техническое задание, разработка либо прототипа, либо установки задачи, проектирование. То есть, разные вещи есть. Самое главное, что заказчик и исполнитель друг друга поняли. Вторая часть, что следующее, это важное. Это дизайн. То есть, нужно, согласно понятному, отрисовать каждую из страничек. Причем рисуется главная страница, концепция рисуется. Отрисовывается каждая из внутренних страниц. Примеры страниц. Это главная страница, страница списка товаров, карточка товара, страница корзины, например. Ну и так далее. Разные вот эти шаблоны. Потом эти шаблоны верстаются, то есть, переводятся в некий код. Который сверстанный шаблон, вот эти сверстанные шаблоны уже можно будет открыть браузером. Посмотреть. Вы получите некий HTML и шаблоны. А дальше это все программируется. То есть, к чему я так подробно рассказал. Потому что, на самом деле, вот эта часть, она длинная и сложная в случае большой разработки. Непонятно, сколько занимает предпроектная. Всех по-разному. ТЗ я такими вариантами напишу, как оптимистическими. Ну, 7 дней, ну, 10 дней он будет писать. Дизайн. Отрисуется главная страница. При этом, это будет только один из концептов. Не факт, что концепт сразу вам понравится. Или там сразу несколько концепций рисуются. А дизайнер представляет все равно, у него есть какой-то вариант проходной, который ему нравится больше всего, в большинстве случаев. Мы разрабатывали большое количество индивидуальных проектов. Сейчас не будем сильно браться за грудки и трястись кейсами. Но кейсы очень хорошие на федеральном уровне. После того, как концепт главный утвержден, необходимо рисовать внутренние страницы. То есть, вот эта работа, 7 дней, концепт главный. И отрисовка внутренних в индивидуальной разработке обычно занимает, ну, не знаю, 18 рабочих дней. Может больше. Причем, вот это один из самых рискованных этапов здесь. Дальше. Рано или поздно у вас это дело отрисовали. Все это дело верстается. Отдельный человек начинает переводить в код. Ну, и потом идет сборка. От трех недель плюс. Практика показывает, что это может быть плюс, плюс, плюс. Сюда же там подключение 1С, подключение платежных систем и так далее. То есть, я к чему? Потому что этапов, на самом деле, вот эти длинные и большое количество рисков. И заказчики, исполнители хотят сократить риски данного проекта. То есть, при этом, что хочется сказать. На самом деле, очень многие интернет-магазины по своей визуальной структуре похожи между собой. Те же карточек товара, те же список товаров. Очень многие похожи, если вы смотрите на современные сейчас. Понятно, есть некие там особенности, плюс-минус. Но в большинстве случаев это именно так. И дизайнер, разрабатывая, когда новую концепцию, по факту, он в очень редких случаях придумывает что-то новое. В основном, он смотрит, ага, там заполняется бриф, вы хотите такие-то, такие-то проекты, но просто из них лепит что-то общее. Что-то наиболее подходящее, что по вашим требованиям. Но по факту, как я говорю, вот из этих двух тезисов, эти сайты, они очень многим похожи. Ну и на это уходит много сил, времени, причем и исполнителей, и заказчиков. И на самом деле непонятно, дойдет ли до конца этот проект, потому что, в принципе, можно получить кота в мешке. За время разработки может измениться и ситуация, и у вас, и на рынке, и где угодно. Мы говорим про некие быстрые сайты, причем эти сайты с возможностью продвижения. То есть вы сразу видите результат, времени не теряете, все это дело на полезном битриксе. Очень важно, что сайт уже актуален и современен. Про адаптив я сейчас еще пару слов скажу. На самом деле, прямо сейчас и скажу. Дело в том, что в прошлом году Google поменял правила ранжирования, и с 21 апреля прошлого года сайты, имеющие мобильную, либо адаптивную версию, то есть предназначенные для просмотра с мобильных устройств, выше стоят в выдаче поисковой. То есть, если ваш сайт не адаптивен, он может потерять позиции. В общем, сайт с возможностью роста, и, в принципе, его можно сделать абсолютно индивидуальным. То есть, как я сказал, следующая концепция. Мы предлагаем взять некий шаблон за основу, мы его перекрашиваем под ваши фирменные стили, фирменные тона, примеры я покажу чуть позже. Наполняется сайт вашими картинками, разделами, баннерами, переделается под вас, под вашу задачу. И на выходе сайт, то есть от каких-то блоков можно, например, отказаться, какие-то переставить местами, но на выходе сайт по факту будет полностью индивидуальным. Причем как для человека, так можно сделать, чтобы он будет индивидуальным и для SEO-роботов. Ну, такая концепция. Давайте еще пару сравнений. То есть, эта концепция подходит как для новых проектов, когда вы хотите открыть что-то новое, так и для старых. То есть, например, вам нужно освежить дизайн сайта, поменять, и у вас уже продвинутый сайт, и у него есть некие позиции. И задача просто подобрать максимально близкий. Ну, просто подобрать не совсем так просто, но это та задача, которую как раз мы помогаем вам решить. Итерационный подход. Соответственно, есть некий консалтинг по подбору, легкая проектная постановка задачи. Прямо по решению прописываем, какой блок отказываемся, какой нет. Дизайн здесь верстка по факту вы очень сильно экономите. То есть, на дизайне вы можете либо своими силами, либо где-то отрисовать только баннеры, пиктограммки, картинки кадрировать очень нужно будет. Это важный момент. Верстать по факту не получится, ну, не нужно будет. И программировать только под настрой под вас. То есть, если выбрать решение, которое процентов на 90 подойдет вам по визуальной структуре, именно по визуальной, это дает возможность при необходимости его внутри пересобрать, сэкономив на части этих, на этих, этого функционала. Дизайн и верстки. При этом, если не только по визуальной, а вообще по логике работы оно совпадает, то можно очень сильно сэкономить на программировании. Либо вообще, вот как сейчас мой коллега показывал, использовать готовые шаблонные решения Битрикса и, в принципе, выпускаться с ним и работать. Такие примеры также сейчас покажу. По трудозатратам. По факту, вот такая постановка пишется, но за короткое время, времени здесь на переработку остается, ну, на дизайн верстки наполнения, данное наполнение требует времени. Переработка от нуля дней, это верстки программирования, но вот среднее, на что надо рассчитывать, семь дней, ну, десять, не знаю. То есть, по факту, вы можете за пару недель полностью выпустить ваш проект. То есть, вот сравнение, сравнение, то есть, здесь 10 недель плюс. Изначально было 9 недель плюс, то есть, если вы хотите, как в фильме, 9,5 недель получить много удовольствия, то идете на бюджетный проект. А здесь неделя плюс. Бюджетный старт, прозрачность. Очень хочу добавить важный момент. При этом, мы очень быстро стартуем за счет того, что что-то берем за основу. Но при этом, доработка этого, она идет по индивидуальной схеме. То есть, если там не было личного кабинета, а вам он нужен, то его нужно проектировать, разрабатывать и прочее. Но наша концепция говорит о том, что можно очень быстро сейчас стартовать. По ценам понятно. Из чего складывается, ну, слева по ценам понятно. Из чего складывается стоимость предложения? Она складывается, по факту, всего из трех составляющих. Лицензия, стоимость готового шаблона, который берется за основу, и получается индивидуальный сайт. И объем доработок, в некоторых случаях его нет вообще. Соответственно, если лицензия сейчас, там, малый бизнес для интернет-магазина стоит 33 тысячи, стоимость готового решения в среднем, мы так мониторим рынок, сейчас стоит в районе 17 тысяч рублей, то, грубо говоря, ну и какие-то мелкие усилия банальные, просто запустить, настроить, чтобы там уходила данная заказа, например, даже на вашу почту, даже без подключения каких-то платежных систем и прочих, для начала просто. В принципе, от полотенника вы можете уже стартовать, от 50 тысяч рублей для интернет-магазин. Соответственно, если есть какие-то там объемы доработок, также они проговариваются, как я говорил, в постановке задач на первом этапе. Ну и вот на что рассчитывать, вот эти реальные порядки, ну, не знаю, там, 90-100 тысяч, то есть, например, интеграция 1С может добавить, смотря какая, ну, в среднем может добавить, там, не знаю, 1025, например. То есть, больше 140 тысяч за полностью выпущенный магазин такого еще не бывало. Как осуществляется такой правильный выбор? Сейчас в каталоге решений Marketplace 1С Bittrex находится более 250 магазинов и более полутысячи, ну, или порядка полутысячи сайтов, шаблонных услуг иногда входят в сайты-витрины. То есть, он считается как магазин. Вот. И это позволяет подобрать решение, ну, максимально быстро его стартануть. Главное, не терять здесь времени. А теперь немножко вопрос про SEO. Вы, при выборе с фильтром, будет возможность выбрать только адаптивные сайты. Когда мы сейчас перейдем на сайт Marketplace, я покажу, где это делается. По визуальной структуре я уже сказал, что должна быть она близкая. То есть, если вы, например, переходите с одного сайта на другой, то важно, чтобы в вашем выбранном решении, который вы берете за основу, были максимальное количество шаблонов. То есть, например, если там нет списка сотрудников, то в шаблоне, а у вас это используется, то этот шаблончик придется создавать, но при этом создавать можно даже без привлечения, иногда можно без привлечения дизайнера, если четко проговорить, что будет. Ну и двигаться итерационно. Дело в том, что, например, в случае нового проекта, платежная система, подключение, проверка контрагента занимает какое-то время, то есть это может быть 2-3, иногда 4 недели, поэтому гораздо правильнее какие-то части работы выпускать на потом. Либо, если вы хотите стартануть, выбрали какой-то шаблон, но у вас есть какие-то доработки, посмотрите, все ли они критичны. Очень часто многие доработки имеют смысл оставить через пару недель, когда сайт начнет работать. Очень важный момент еще хочется сказать при такой концепции. Оставьте на пару месяцев, то есть 2 месяца, например, в случае сайта услуг, ну не знаю, 5-7 тысяч, например, на каждый месяц, на отладку, либо в случае магазина, ну не знаю, там 10 тысяч в месяц, 15, может быть, оставьте на отладку, помимо вот этого бюджета, который будет озвучен в самом начале. Для чего это сделано? Ну, либо включите их туда. Для чего это сделано? Дело в том, что, когда берется шаблон за основу, в нем все равно невозможно вычтить все-все-все какие-то нюансы. Более того, когда сайт разрабатывается новый, Bittrex также иногда учит брать свой какой-то там стандартный сайт и разрабатывать. Поэтому даже в разработке, ну, например, к нам пришли ребята на поддержку техническую, говорят, вот это наш сайт, давайте нас там продвигать. Мы начинаем смотреть, добавлять какие-то шаблоны, они делают на основе там сайта мебели, который Bittrex стандартный. И я к тому, что кто что добавляет, что-то модифицирует, вот от того шаблона все равно что-то остается. Ваша задача решить вашу задачу, извините за масло масляное. Главное, чтобы она решалась, поэтому оставьте небольшой бюджет и вы сможете эту задачу дорешать. Очень важный момент про борьбу за позиции про SEO. Часть небольшая. Здесь давайте поговорим более подробно, либо, может быть, вы там вопросы позадаете. То есть суть какая? При переезде сайта есть несколько вариантов, чтобы не потерять позиции. Можно сохранить структуру этого сайта. В этом случае, ну, и также во время сохранения структуры, это что такое? Это сохранение урлов, адресов, вот все, как у вас было на старом сайте. Сохраняются также все метаданные, то есть описание, ключевые слова, заголовки, все как есть. Понятно, что при переезде с одного сайта на другой, скорее всего, вы хотите модифицировать, что-то улучшать. Ну, знаете, когда вы, у вас даже и старый сайт на каком-то там, старом другом движке, вы все равно же его периодически улучшаете. Так что, ну, то, что идет работа периодически с сайтом, это нормально. Мой тезис, то, что мы можем взять, сохранить всю структуру и в этом случае при переезде, например, на движок 1SBitrix с вашего сайта, сайт получает, во-первых, новый, свежий, актуальный дизайн, он адаптивный, что очень важно для поисковых систем. Сейчас, для Google в частности, Яндекс тоже скоро подтянется. И, в принципе, у него меняются только там шаблончики дизайна. Но гораздо проще сделать некий 301-й редирект. И 301-й редирект, наверное, не имеет смысла делать всех сайт, всех-всех-всех-всех страниц. В некоторых случаях это можно сделать. То есть, некий скрипт собирает страницы, смотрится, ну, дальше делается таблица соответствия. В левой части, например, у нас там большое количество, не знаю, 10 тысяч или сколько у вас страниц сайта вашего, в правой части у нас новые адреса. И поисковая система к 301-й редиректу относится нормально, потому что она понимает, что сайты развиваются, обновляются. И мы рекомендуем выделить некие основные разделы, на которые перенаправить трафик, который находится в этих подразделах. Разделов может быть много, то есть, в зависимости от объема вашего магазина. Но в этом случае вы также сильно не потеряете в поисковых позициях, при этом, если вы потеряете, то так как ваше решение будет на один из Bittrex, а Bittrex поисковые люди любят, и дело в том, что он позволяет быть сайтом быстрым, безопасным, и дело в том, что если он даже и немножко просядет, то через какое-то небольшое время он будет возвращаться на круги своя, на вот эти колебания вокруг первых позиций, ну или ваших позиций, на которых вы находитесь. Вы прекрасно понимаете, что вы сегодня находитесь на втором месте, через неделю вы скатились на третье, на четвертое, а потом, если вы следите за сайтом, наполняете его информацией, то вернулись опять на второе, на первое. То есть это все в режиме реального времени. Сейчас поисковые системы делают акцент на контент, касательно работы ссылок вопрос интересный, практика показывает, что они пока еще работают, то есть пока так, но в общем это вопрос такой интересный, мы давайте обсуждать его в отдельном в отдельной беседе. Так, что хочется еще добавить, дорабатывать решение все равно придется, экономия налицо, и при этом, при этом, ну, то есть, наверное, не имеет смысла гнаться сразу за всем, лучше, лучше получить, что называется, синицу в руках, и синица в руках, благо вы ее видите, как она будет, быстро позволяет и стартануть, и работать, и при этом достаточно безопасно. Так, очень важный момент, после выпуска сайта, мы вообще, в принципе, рекомендуем периодически проводить такую работу, как первичная SEO-оптимизация вашего сайта, то есть, это некая работа над текстами, внутренние различные перелинковки, смотрится там, все ли странички правильно работают, какие-то выключенные, ну, и прочее, прочее. Но вот, для выпущенных, например, новых проектов, которые только-только выпустился по итерационной быстрой концепции, которую я вам только что рассказал, вот этот вопрос очень важный, и мы его просто крайне желательно рекомендуем производить для нового выпущенного сайта. Так, давайте сейчас немножко мы рассмотрим примеры, а потом уже вернемся еще немножко к презентации. То есть, смотрите, есть каталог Marketplace, я обещал показать, как в нем идет работа. у меня он открывается, видно, что-то с интернетом. Вы, кстати, меня слышите нормально все это время? Сейчас я посмотрю здесь вопрос. Отлично. Так, ну что, давайте вернемся. суть какая? Это одна из площадок в интернете, но для нас она самая любимая, одна из любимых, то есть, понятно, что есть еще другие площадки, в принципе, вы можете шаблон-то любой начать использовать и натянуть его на Bittrex, тоже сэкономив при этом. Но здесь прелесть такого решения, то, что оно ставится, условно говоря, нажатием пары кнопок. Периодически проходят различные акции, скидки и прочее. А, по поводу цены, я очень рекомендую работать с партнером, покупать вот эти решения через партнеры, то есть, работать с тем, с кем вы выбрали работу, через него покупать что лицензию, что готовые сайты. Дело в том, что есть в некоторых случаях некоторые скидки на них, и это дает возможность вам закрепить контакт с партнером, в случае с нами, тем более, и, ну, может быть, подарить какие-то части часов. То есть, например, буквально на новогодних праздниках один из клиентов мы общались, так как на новогодних, сами понимаете, работа не особо нормированная была, то мы с ним позвонились и говорим, да-да-да, я вам вышлю в ближайшее время. Я выслал с небольшой задержки, то есть, на сутки, он говорит, а я уже купил готовый сайт и купил лицензию, то есть, 50 тысяч отдастов условных 50 тысяч, о которых я говорил выше, как строится цена, то есть, 30 тысяч лицензии, там, 17-20, вот этот вот готовый магазин, причем, он может быть стоить и ноль, что очень важно, а также есть еще в лицензии битрикса готовый магазин, который также могу показать, пример. Вот, он говорит, а я уже купил, я говорю, здорово, он говорит, вот у меня такие хотелки, давайте оценивать. Мы ему оценили, назвали сумму, он говорит, Николай, вы мне изначально говорили про другие стоимости, да, те стоимости, которые я вам сейчас озвучил, говорю, там, от 50, там, на что рассчитывал, там, там, 110, не знаю, в зависимости от того, что подключается, с 1С, может быть, там, например, ну, тоже, смотря, какая 1С, то, причем, подключат это выпущенный сайт, причем достаточно быстро, вы не теряете время, он дорабатывается с возможностью роста, вот, я ему называю стоимость, он говорит, Николай, это же больше выходит, ну, да, больше, потому что у нас максимальная скидка, на золотой сертифицированный партнер, в общем, рекомендую работать с партнером, так, возвращаемся к подбору решения, каталог Marketplace, перейти на него можно на сайте 1С в битрик, щелкнулся на слово Marketplace, сверху, она либо здесь, либо вторая очень часто, дальше, здесь слева видите фильтр, готовые интернет-магазины, можно, в принципе, по разделам посмотреть, но мы рекомендуем делать, то есть, по разделам будет не особо удобно, вы можете параллельно смотреть по разделам и щелкнуть просто на слово готовый интернет-магазин. После того, как вы перешли в интернет-магазины, слева появляется такой вот фильтр подбора, который, в принципе, для разделов надо бы им добавить, битриксу, но пока так. И здесь мы устанавливаем очень важный момент, адаптивность, сейчас это очень нужно, и онлайн-демо, это значит, что мы сейчас на сайте посмотрим, как этот магазин будет выглядеть. У меня здесь всплывает справа штучка, так как ведущий вебинар, поэтому крутилку приходится так. Нажимаем найти. В принципе, вы можете пощелкать и сразу по вот этим выбранным. Я вам рекомендую в фильтре нажать адаптив и онлайн-демо. У вас появляется некая выборка вот этих вот сайтов, которые у меня грузятся. Главное, чтобы вы меня слышали. Дальше, вы вот по вот этим вот сайтикам щелкаете. Так как мы специализируемся на вот этой концепции, которую я вам рассказываю, мы вообще внедряем порталы и вот такие быстрые сайты еще делают. Мы поддерживаем это все. то мы в принципе большое количество этих решений уже знаем и как раз таки на консалтинге оказываем некий консалтинг по подбору этих вот решений в случае, если вы работаете с нами. Например, электросила. Кстати, вот она открытая. Хорошее решение. Ну и любое другое щелкаете, переходите на него. Я просто для чего хочу до конца довести. Я хочу показать где-то кнопку, которую некоторые не видят. Там появится вот здесь вот кнопочка онлайн-демо. Мы щелкаем на нее. Где-то она появится. Онлайн-демо. И это решение прямо сейчас открывается. Ну, видите, адрес электросилы all-top. Собственно, вот он открыт. Давайте времени тратить не будем. Открылся тоже. Вот. То есть, вот пример. Одно из выбранных решений. На самом деле, в каком-то момент это было одно из первых попавшихся решений, но вот так уж получилось, что вот именно к этому решению сейчас есть уже несколько примеров. То есть, вы смотрите, например, ага, у меня вот здесь вот сразу мы видим тау, слева видим вот этот вот там каталог. Мы понимаем, ага, нам нужно будет, например, нам, мы не будем работать с производителями вот этим, например. Либо вот этого баннера у нас не будет. Ага, вот здесь вот на карточке товара здесь всплывают различные рейтинги, ну, вот, например, нам какие-то штуки не нужны. Ну, например, сюда нам надо добавить один клик. то есть, мы можем, например, сделать пиктограммку вместо вот этого, что понравишься товар с единичкой, и у вас дизайнер рисует только пиктограммку по факту к этому. Либо вот такой вот элемент один рисует с этой пиктограммкой. Как она будет выглядеть? Дальше мы это делаем сюда добавляем. А вот пример того, что из этого решения может получиться. То есть, смотрите, логотипчик даже еще пока не меняли, экономят на северной оптимизации тоже пока. Вот. И клиент, смотрите, у нас были товары, в принципе, вот они, эти новинки, прочие. Клиент сказал, мне нужно, чтобы у меня были разделы. Разделы каталога. Причем независимо, какого уровня вложить. То ли от кардиотренажера первого уровня, либо беговые дорожки, либо более вложенного, третьего, четвертого уровня. Чтобы человек, кликая на него, сразу мог туда попасть и происходит фильтрация по этой штуке. Без привлечения дизайнера, просто проговорив вот эту задачу, с постановки задачи прописав, что и договорившись с клиентом, что используем вот этот элемент, отключаем, и оставляем только вот картинку, заголовок, и что здесь. Все, да, и все. Делаем такую-то логику, логика также в постановке задачи. В рамках выпуска проекта, вот я говорю, за эти там несколько недель проект выпускается по-хорошему, делается еще быстрее. Ну, просто есть некая загрузка специалистов. Иногда дольше делается, потому что вы начинаете наполнять, у вас тоже на это уходит время, получается обратная связь, в шаблоне, наверное, что-то всплывает дополнительное, что там, забыли выключить. Ну, отправляется. То есть, но в любом случае, используя шаблон, вы можете вот так очень быстро, круто стартануть. Вот еще примеры. Тоже неплохое решение, Аспро, разработчик, iShop. Также товары, принцип на самом деле такой же. это у нас, а вот он, да. Обратите внимание, там шапочка переделывается, то есть, вот есть такие моменты. Ну, это, конечно, чуть-чуть более стремостное, чуть-чуть больше времени занимает, но тем не менее, здесь был логотип, заголовок, корзину, вот личный кабинет слева, видите, и на самом деле баннер вот какой, он на всю ширину страницы. Под ним начинаются вот эти штучки. А здесь вот, видите, баннер сделали следующим, пока он статический, в шапке переделали, вот добавили звонок, личный кабинет перенесли, но всякие такие правки, количество телефонов сделали больше. При этом сделали так же разделы, как я говорил, на основе элементов, а вот снизу вот эти элементы, просто отключили лишние. На самом деле, если покликать, здесь очень сильно лишнее отключено. Один из неизмененных решений. Вот хороший пример, на который хочется немножко заостырить внимание. Повезло, то есть, а, давайте, наверное, к Дариве еще раз вернемся. Повезло. Надо показать просто, как это решение выглядело раньше, из чего его делали. Есть несколько скринов, то есть, изначально был флеш, какая-то анимация загрузка, у клиента нет, ничего не было, чтобы вот эти элементы достать. Пришлось придумывать, чтобы отрисовать тот баннер, ну, необходимый. Дальше, вот это уже поисковая система немножко видна, уже видела, что происходит. Ну, как вы видите, многие удивлялись, что это оказывается еще и интернет-магазин, но тем не менее, интернет-магазин и адрес здесь был единый общий, то есть, просто культурный игл, и сразу нашло вот это все, добро. Вниз. Так, это один из примеров сайтов услуг. Ну, а получилась вот такая уже более современная и, главное, адаптивная штучка. Дальше. Как я говорил, это все можно делать перекрасить, сделать под ваши фирменные цвета. Вот это хороший пример тем, что сохранился старый вариант сайта. Клиент попросил перенести его на один из своих старых доменов. Оптовикептовый отдел продаж во время разработки сайта, когда мы пришли это делать, были удивлены, говорят, о, оказывается, у нас есть интернет-магазин. То есть, ну, вот такой вот старый, устаревший сайт, на котором крайне сложно сделать какой-либо заказ. Сейчас он подгружается, немножко медленно у меня работает сегодня интернет из офиса. Вот. Ну, то есть, сложно кликнуть куда-то и найти корзину. Не очень удобно. При этом мы видим, что корзина пуста, а где добавить товар в корзину? А, ну вот, здесь он есть. Окей. На некоторых товарах даже этого нет. Вот выбранное решение за основу. Из каталога решений. Монополия. Неплохой конструктор. Универсальный сайт. Здесь и про услуги, и про каталог, как мы говорим. Здесь есть компании, новости, партнеры, фотогалереи. Так. Ну, это на главной странице. Также каждый из страниц проходится и для них пишется, какой блок остается, какой нет. И вот, что стало на выходе. Фабиконки не было, поэтому так. То есть, видите, есть некие фирменные требования компании, поэтому цвета следующие. У нас. Разделы названы нужным образом. Кое-какие разделы, как вот эти, пока оставлены, и они оставлены для того, чтобы они наполнились. Информация перенесена. Ждем, когда клиент закажет оптимизацию. Фирменный стиль сохранен. Магазин, адаптив, быстро и недорого. Так. Это касательно примеров. Еще я хочу вам сказать следующее. Что еще из-за доработок будет? Нужно будет подключить, на какую площадь что уходит. Это просто запах банальный. Фильтры настроить, например, свойства под вас нужные создать. Ну и всякие такие мелкие штучки. А следующие итерации можно и сразу, но лучше следующие разбивать. Это сокращает риски для нас и для вас. Подключение каких-то платежных систем, прочее, прочее. То есть вывод сюда, прайс листа, если его не было. Скачать каталог. Ну, переименование. Правка шаблона. Что еще хочется в рамках сегодняшнего доклада нам вам показать? А вот у нас. Вы видели сегодня решение, которое интернет-магазин стандартный. И, в принципе, ряд компаний используют его за основу. То есть покупается коробка битрикса, называемый сайт в коробке, то есть сайт уже внутри устанавливается, ввивается в свои данные и все очень быстро и просто. Вот компания занимается, как это правильно называется, в общем, неким оборудованием для, в зимний период времени, для того, чтобы машина дизельная, например, не глохла. Вот, как это называется, какие-то параматроники. Не знаю, что это такое. Вот. Видите, здесь еще уже из Excel настроена выгрузка товаров, то есть она вот сюда подтягивается. При этом картинки, еще какие-то моменты не поправлены. То есть вот во время разработки этот проект. Кстати, сейчас немножко приостановлено, потому что у них тупой сезон и времени нет. Что я хотел вам показать? Я хотел показать то, что мы находимся в админке сайта, провалимся в один из элементов товара, щелкаем на него дважды, всплывает такое окошечко на элементе, то есть в данном случае этот элемент называется подогреватель жидкостной такой-то. И здесь вы правите, наполняете то, что показывал мой коллега. На самом деле, я хочу показать то, что есть чеблок SEO. Вы здесь можете устанавливать какие-то различные параметры. Вот здесь вот хочу сказать следующее. Смотрите, мы изначально для ряда SEO-шников, то есть мы работаем с клиентом, у него, например, есть свои SEO-специалисты, либо там наши SEO-специалисты есть. В общем, мы берем, когда шаблон зашло, ну, в целом, по сайтам Bittrex, в некоторых, совсем в некоторых случаях, делается следующее, то, что, в принципе, для каждого внутреннего этого раздела, элемента, можно добавить свои параметры. Вот эти вот title, ключевые слова, описание. А в большинстве случаев в шаблонах, они наследуются. И вот это одна из первых таких важных доработок, которые мы рекомендуем сделать. Это чтобы эта штука там работала. Не всегда она, к сожалению, работает. но вообще в целом, когда у клиента есть там свои специалисты, специалистам, SEO-специалистам удобнее работать как-то по-своему. То есть, например, вот буквально на днях я получил на SEO-специалиста требования для того, чтобы проект решить вот эту задачу. Просто кому-то это удобнее сделать здесь, кому-то удобнее делать там по-своему. То есть, SEO-специалист пишет некую постановочку, закидывает там нам как исполнитель, мы говорим, окей, это там, два часа работы, А заказчик одобряет либо не одобряет, торгуемся. Одобряет, делаем. И SEO-специалист доволен, может работать с таким решением. Я к тому, что у каждого SEO-шника есть некий там свой набор инструментов, которые он использует. А Bittrex это такой гибкий, большой инструментарий, который, в принципе, можно под себя там подзаточить, как вы хотите. Если главное уметь их уметь его готовить. Так, давайте еще вернемся к презентации. Что еще хочется показать? То есть, вы выпустили сайт, вы максимально быстро, то есть, мы вам помогли подобрать решения, которые вам подходят по визуальной структуре. Для подбора решений обычно вы сами смотрите, говорите, вот мне нравится из Marketplace, например, вот эти два-три решения, и высылаете структуру, которая вам нужна. Файл структуры показать. Ну, в общем, кому интересно, потом обращайтесь, может быть, еще там пообщаемся. То есть, в каком варианте обычно присылаются структуры. А дальше идет подбор, подбирается решение, максимально подходящее по визуальной структуре, проговаривается по каждому из шаблонов, что остается, что нет. А дальше это все реализовывается. Ну, вы привлекаете дизайнера, либо наших дизайнеров, либо своих, не суть важно, для отрисовки баннеров под вас, кадрирования ваших фотографий, потому что очень часто фотография, грубо говоря, 9 на 16, а у вас она там квадратная, ее нужно кадрировать. И всякие такие моменты. Логотипчик делаете, и, собственно, все, запустили сайт. Два месяца заложили на то, чтобы всплывали какие-то баги. Делайте первичную оптимизацию. Получаете от SEO-специалиста требования, какие моменты там нужно подправить. Ему, чтобы ему было удобнее работать. Купите свои хотелки к улучшению, то есть сайт в поддержке с возможностью роста, то есть это движок, который можно улучшать, улучшать, улучшать. Что мы дополнительному к этому рекомендуем? Уже следующим шагом, хотя можно вот первый шаг сделать сразу. Вы заводите все обращения, все продажи с сайта в ваш Bittrex24. Чуть ниже у меня будут стоять ключи, для того, чтобы купоны, для того, чтобы вы могли зарегистрировать свой Bittrex24. По-моему, мне кажется, что даже Bittrex24 для зарегистрированных уже, вот эти купончики тоже должны сработать. Вроде как, нам так на партнерской конференции сказали на прошлой неделе. Сейчас, давайте попробуем. Если что, напишите. Так, полезный инструмент, сайт только адаптивный, забываем про все остальное. Более 50% устройств, откуда выходят люди теперь с мобильных. Я езжу на электричке, ну, на машине на электричке на работу, и прям вот периодически вижу, из каждого раза все чаще теперь, что люди на мобильных подбирают все какие-то штучки. Они не заказывают с мобильного часто, ну, пока что, на мой взгляд. Но, тем не менее, мобильные устройства теперь рулят. Про структуру рассказал, шаблон рассказал, в интеграции все рассказал. Вот что дополнительно. Еще есть такой инструмент отслеживания контекстных реклам объявлений. Это есть Aletix, есть другие площадки, там, К50 и разные, разные. Ну, мы рекомендуем Aletix. Суть какая? Можем детально об этом пообщаться, вот, про вот эти три последних тезиса отдельно после семинара, вебинара напишите мне, мои контакты будут в самом конце. Но, пару слов буквально. То есть, вы когда делаете контекст, вы сможете получать, понимать, случилась продажа с этого рекламного объявления, либо нет. Детально пообщаемся, есть отдельный семинар, вебинар, на этот счет почитаем. Есть телефония, то есть, суть какая? Есть некое решение, которое позволяет, например, вы используете колл-центр при обзвоне после заказа, вы не хотите светить номер клиента, вы колл-центру выдали возможность звонить с специальной телефонии, с Bittrex24, кстати, которая все подключается, и Aletix тоже подключается, и они звонят просто по номеру вот этой вот заявки, как вариант. Это один из кейсов. То есть, я к тому, что вот эти различные короткие номера можно использовать, системно их можно реализовать так, что ненужные люди, курьеры, которые везут доставку, они не видят номера клиента и не могут потом ему сделать неправильно. То есть, звоня с этой специальной симки, они звонят с телефона компании, назад, если он перезванивает, то получает звонок на телефон компании. При введении коротких номеров попадает все на него. В общем, телефон компании в кармане всегда с собой в вашем мобильном. Ну и про контекст. Примеры я вам показал в демонстрации, про цены пообщался. Купоны Bittrex24 вы можете зарегистрировать, вбить вот так, купон при регистрации нового. Для старого, по-моему, также это работает, мы попробуем. Срок действия мы ограничены до 8-го вечера включительно. Ну и все, что хочется сказать, то, о чем мы говорим последние два года, быстрый старт, это легко. Дерзайте, все получится. Готов ответить на ваш вопрос. Николай, спасибо. Вопросы видны, да? Пока пытаюсь разобраться, где они. Ну вот в раздел questions надо просто его развернуть. Аскер, добрый день, добрый день. Сейчас полазим. Без конца немножко. Да, записи будут видны, да, но будет видна информация на продвижении. То есть вы работаете SEO-специалистом и он вам готовит отчеты о том, как... Не, если это вопрос от Яны, то это скорее... Ну, я сейчас покажу немножечко инструменты, которые в Битриксе используются для SEO-оптимизации, для автоконтекста. Другой, я могу озвучить просто вопрос, да, про композит спрашивают, но это я, наверное, отвечу. Пару слов, да, насколько важно вообще для SEO-продвижения, композит. Есть у нас, да, такой режим, композитный режим, который ускоряет отображение странички, загрузку страницы в браузере клиента. Почему это важно для SEO? Ну, например, тот же самый Google, он... скорость отображения сайта у них напрямую влияет на оранжирование страницы в бручьи поисковой. Яндекс напрямую, ну, не знаю, говорят, что напрямую это влияет, но якобы влияет косвенно, да, то есть, если у вас сайт отображается быстро, то меньше шансов, что его быстро закроют и больше шансов, что им начнут пользоваться, что какую-то информацию на нем искать. Вот это уже напрямую как бы влияет на оранжирование. Но, тем не менее, специалисты и той, и другой компании признаются, что, да, скорость работы сайта прямо или косвенно на оранжирование сайта влияет. Поэтому, ну, да, композит важен, реально позволяет ускорять работу вашего сайта. Если интересует больше информация по композиту, я могу Валерии скинуть ссылочку, у нас отдельный есть вебинар и запись по настройке композитного режима на своем шаблоне. Вообще, обычно этим занимаются партнеры наши, которые показывают, ну, не показывают, оказывают такие услуги, там, ну, не так дорого это стоит, на самом деле. Если же вы используете наш вот типовой шаблон, который показывал я, вот, с одеждой Николай немножко показал, то там композит уже настроен, его там достаточно только включить. Так, дальше. Николай, может ты подскажешь, ссылочная масса сейчас влияет на ранжирование сайта в Google или нет? Я абсолютно не входит. Ну, как практика показывает, как практика показывает, пока еще ссылки работают. Но везде все заявляют, что нет, но практика показывает, что работает, если ссылки отключаешь, то начинает проседать очень сильно. Поэтому, ну, надо использовать инструменты, пока они есть, и не смотреть на на манифесты. Раньше времени. Так, какие инструменты SEO лучше всего использовать для нового сайта? Для нового сайта, когда вы выпустили, вам вначале лучше всего сделать SEO-оптимизацию и начать работать с контентом. Вообще, делайте в последнее, ну, тенденция в последнее время, делайте акцент на контент. Больше пишите, заказывайте статьи. Так, добавьте сайт, как существующий в Яндекс вебмастер, и пройдет время, он со временем начнет туда расти. Ссылки туда загонять в самом начале, наверное, смысла не имеет. Но вообще, к ссылкам сейчас такой вопрос скользкий, то есть, я говорю, пока вроде как работает. И выхлоп неизвестно будет ли. В общем, вот, собственно, пока и все. Начинайте делать так. Дальше в процессе работайте SEO-специалистом всегда, потому что он всегда отслеживает тенденции изменений. Так, ну, я тогда еще раз поблагодарю Николая, и уже, наверное, буду себе слово тогда забирать. Николай, все, спасибо. Смотрю вопросы. Большое спасибо. Особо больше нет. Спасибо. И, так, сейчас переключусь на себя. Так, плюсики поставьте, пожалуйста, слышно ли там меня. Да, плюсы вижу, поехали. Так, ну, давайте, например, посмотрим, да, по тем инструментам, которые у нас есть в Битриксе. В первую очередь, про что хотелось бы рассказать, наверное, это, на самом деле, Николай показал уже, я покажу тоже наш, господи, как же он называется, SEO-шаблонизатор, что ли, SEO-генератор, о, генератор SEO-описания. Это то, что касается товаров в интернет-магазине. Да, есть такая вкладочка SEO, которая позволяет задавать какие-то шаблоны описания различных, причем настройки отдельно для разделов, то есть для страниц каталога вашего интернет-магазина, и отдельно для элементов, которые в этом разделе будут содержаться. То есть, ну, прям вот так вот переменными здесь это задается. Например, возьмем какой-нибудь... Ну, мы сейчас в каком у вас, как раз в разделе, по-моему, нижнее белье находимся, и у нас идет название нижнего белья переменной, которое автоматически будет подставляться в странице этого раздела, как нижнее белье. Такие переменные мы можем разные добавлять, вот, выбирая там поля раздела, там, свойства какие-то, которые у нас прописаны, там, поля родительского раздела, если у него есть родительский раздел, там, со складов, там, и так далее, там. Не знаю, вот так вот, например, со склада. Что у нас все это переменные будет написано? Со склада склада. но если бы описание у нас было, склад назывался, не знаю, не склад, а там, на, на, на Димитровской, на улице Димитровской, то было бы тут описание, там, со склада на улице Димитровской, подставлял автоматически. Вот такие шаблоны можно использовать. Также шаблоны для детальных картинок, разделов. Чтобы каждую картинку не подписывать, мы можем информацию прямо здесь записать. Таким образом это настраивается здесь. И в принципе можно этим смело пользоваться. Второе, про что хотелось бы рассказать, это так, давайте сейчас перейду сюда. Это набор SEO-инструментов у нас в публичной части. Посмотрим, что он из себя представляет. Ну здесь информация, во-первых, статистика, вот эта страница, у меня получается главная страница. Количество слов, количество уникальных слов, мета-описание здесь, анализ страницы, рекомендации по исправлению, что сделать, чтобы лучше ваша страница продвигалась. Продвигаемые слова страницы, то есть те поисковые фразы, по которым посетители должны переходить. Здесь, если они заведены, тоже здесь указывается. Базовый заголовок страницы, если здесь прописан, то отсюда берется, да, ну возможно там базовый заголовок берется с какого-то компонента, тогда это здесь тоже будет прописано. статистика индексации станет страницы, переходы, ну у меня здесь нет ни переходов, ни ссылающих сайтов, потому что такой демонстрационный сайт, наверное, в который кроме меня никто не заходит. Вот, все это настраивается в модуле поисковой оптимизации, если необходимо. Ну, особо не буду на этом останавливаться, потому что про все это написано очень подробно в документации, так что смело можете помощь нажимать, и учебные курсы, настройки модулей как раз будут настройки по SEO-оптимизации, находится это у меня, вот она, поисковая оптимизация SEO. Да, здесь это все подробно прописано. Следующее, про что хотелось бы рассказать, это в разделе маркетинг у нас в поисковой оптимизации это возможность интеграции с некоторыми поисковыми системами. Ну, у меня это не настроено, поэтому я давайте запущу, опять же, да, если здесь документацию, нажмем, чтобы показать, как это работает, такой небольшой видеоролик наш. Вам не обойтись без специальных инструментов. Для этого в систему интегрированы сервисы вебмастеров от Яндекса и Google. Подключение сайта к сервису Яндекса осуществляется на странице «Поисковая оптимизация Яндекс», и если данных для авторизации нет, нужно ее выполнить. Если сайт подключается к сервису впервые, то сразу после авторизации еще нет привязки и доступ не подтвержден. Для этого следует привязаться к аккаунту, а после и сделать привязку для подтверждения доступа. Привязка может занять какое-то время, так что, возможно, придется подождать. Теперь, когда привязка выполнена, можно перейти к просмотру дополнительной информации, которую предоставляет Яндекс.Вебмастер. На закладке «Общая информация» представлена сводная информация по сайту. На следующей вкладке «Популярные запросы» отображаются популярные поисковые запросы, которые привели пользователей на ваш сайт. Сводная статистика по индексации вашего сайта и по ошибкам, которые нашел Яндекс, доступны на закладке «Индексация». На закладке «Оригинальные тексты» доступна специальная возможность, предоставляемая Яндексом. Можно отправить любой уникальный текст сайта, тексты товара, статей и так далее, в Яндекс, чтобы закрепить за этим текстом свои права. Кроме того, вы можете получить больше информации по поисковой оптимизации вашего проекта, если перейдете по ссылке «Управление сайтом» в Яндекс.Вебмастер. Аналогично выполняется подключение сайта и к сервису Google. Не буду уже показывать ничего и рассказывать. Что еще есть в настройках поисковой оптимизации? Файл robots.txt, то есть тот файл, который разрешает либо запрещает индексацию каких-то страниц, разделов вашего сайта. Он у меня не задан, не создан, потому что тестовый магазин мне особо не интересует. Я могу взять какой-то готовый шаблонный стартовый набор, который мне предлагается, и у меня будет сгенерирован автоматически такой файл robots.txt. В принципе, вот эти вещи все я могу сам удалить. Но руководство по управлению robots.txt есть в Яндексе и в Гугле. Здесь это настраивается. Сами можете индексаторы и Яндекс.Картинок запретить, либо разрешить, как вам необходимо. Либо вручную взять и этот robots.txt отредактировать. И также есть автоматическая генерация, так называемой карты сайта, сайтмап, XML. Давайте сейчас генерим. Указываем здесь название, адрес карты сайта нашего. Добавляем правила robots.txt.t после генерации. Указываем в файловой структуре, какие разделы нашего сайта будут в эту карту попадать. Инфоблоки, формы, если необходимо. И в принципе сохраняем, запускаем. У нас сейчас этот файл создастся. Этот файл уже сгенерирован. Автоматически сюда должны попадать потом новые страницы, разделы, если вы будете их добавлять. Также это можно настроить. И что еще хотелось бы показать. Это автоконтекст. Есть возможность привязать вашу запись, учетную запись в Яндекс.Директ прямо к вашему Битриксу. И потом прямо здесь добавлять какие-то рекламные кампании, редактировать их, управлять ими. Давайте посмотрим, какую-то я там последнюю добавлял. Вот такую, чисто тестовую. Заполняйте всю информацию о данной кампании. Указывайте там, выбирайте стратегию, показав объявление кампании. Потом какую-то статистику можно посмотреть. Но нет статистики, потому что я ничего не делаю. И можно добавить какое-то объявление. Прямо отсюда. Не знаю, я заголовок сейчас балды такой напишу. Указываем, для каких местоположений будет объявление данное работать. Какие-то подбираем и слова. Можно получить прогноз бюджета, но не буду сейчас на этом заострять внимание и останавливаться. Какое-то у меня здесь есть уже объявление. Для чего это нужно? Давайте посмотрим. Если мы выберем какие-то товары в нашем интернет-магазине, то можно для одного из товаров использовать автоконтекст, так называемый. Вот он здесь. Яндекс.Директ. Объявление Яндекс.Директ. Мы выбираем рекламную кампанию. Так, какая, по-моему, вот эта была у нас. Да, и какое-то объявление. Привязываем это объявление. И потом в этом объявлении мы можем выбрать, когда включать или выключать это объявление. То есть это автоматический контроль. Для чего это надо? Ну, часто бывает ситуация, когда заведением товаров занимается один человек, сей оптимизацией другой человек. администрированием сайта и продажами вообще третий человек. И представьте ситуацию, когда вы продаете какой-то товар, бухли денег, какой-то бюджет сделали на рекламу этого товара, а товар у вас на складе закончился, объявления показываются, то есть вы заклики платите, деньги тают, а ничего не продается, потому что товара нет, и не факт, что он вообще на склад к вам может опять поступить. Поэтому может поставить, например, такую галку, как останавливать объявление при отсутствии рекламированного товара на складе. Или запускать объявление при появлении рекламированного товара на складе. Вот. С такими вещами можно работать. То есть появился фотоконтекст. Ну и что еще хотелось бы рассказать? Ну, по поисковой оптимизации, наверное, все. Так, у меня уже время подходит к концу. Давайте посмотрю, сейчас появились ли какие-то вопросы. Так, Александр, если что-то не работает, это в техподдержку. Я вам не подскажу, почему не работает. Где скачать копию? Какую копию? Как установить автоматическое обновление карты? А, копию вебинара. Вадим, на нашем канале, на YouTube будет, вот он, 1SBitrix Channel. Ну, я думаю, сегодня-завтра здесь появится. Предыдущая, например, серия здесь, да? То есть, ну, запишите себе 1SBitrix Channel. Илья, не очень понял вопроса, но вы мне, по-моему, e-mail свой оставили, мы сегодня с вами спишемся и пообщаемся. Татьяна, уточните, про какие расценки речь идет, пожалуйста. Ну, расценки на что? А, наценки на конкретный товар. Давайте посмотрим. Так, по-моему, в маркетинге это было. Да, в магазине настройки наценки. Ну, собственно, вот здесь вот заводится наценка и потом в товаре она указывается. Да, все. И туда. Так. Ох, не помню, где же у меня эти наценки-то используются. Не подскажу, честно. Не подскажу, потому что не помню. Так, давайте посмотрю еще вопросы. Так, ну, вопросов больше нет. Татьяна, тогда тоже напишу сегодня. Лично свяжемся с вами и с Ильей тоже. Ну, всем спасибо за вебинар. Давайте я посмотрю. Если что, оставляю свой DNS. Оставляю свой ящик. Можно мне писать сюда, китайский DNS Btricks.ru и, в принципе, задавать свои вопросы какие-то. На этом все. Спасибо всем. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...